Виктор Михайлович Воснецов Воснецов выбрал невиданный для изобразительного искусства мотив. Он выразил давнюю мечту народа о свободном полете при тавкатине поэтическое звучание. В чудесном небе своего детства изобразил Воснецов, поящий, как сказочная птица, ковер-самолет. Герой-победитель в нарядном одеянии гордо стоит на ковре, держа за золотое кольцо клетку с добытой жарбтицей, от которой идет неземное сияние. Все исполнено в ярких тонах и говорит о блестящих декоративных способностях молодого художника. Воснецов предстал здесь и как мастер тонкого пейзажа настроения. Земля отходит ко сну. В реке отражаются преображенные кусты. И эти отражения и туман, и легкий свет в месяц набивают лирические чувства. Прагматичные и денежные тузы не приняли картины. Сказка им казалась неуместной. Ковер-самолет приобрел Савва Иванович и повесил в столовой своего дома. Уже в преклонном возрасте Виктор Воснецов вновь вернулся к дорогой для него теме. Теперь, когда самолеты стали реальностью, Иван-Царевич уже не победитель воздушного пространства. Он сидит на ковре подле своей суженной, отдаваясь свободному полету. Они плывут по утреннему небу на ковре самолете, чуть грустные и утомленные. Очищается от утреннего тумана земля. Открывается ее певучая небросская красота. В наши дни по ней выплывет не чудо. Мечта человека осуществилась. Ковер-самолет самая первая сказочная картина Воснецова, написанная им следом за известной картиной «После побоища Игоря Святославича с половцами». Особая лирическая, поэтическая интонация, славящее добро, истинная, непоказное, отличает вторую картину «Ковер-самолет». Субтитры создавал DimaTorzok